Сколько у него времени в сутках, я не понимаю. Он постоянно занимается музыкой, спортивными проектами. При этом у него большая счастливая семья. Ну и так получается, что это еще и директор по продукту компании Global Intellect Service Сергей Костюжов. И там он тоже все успевает. Аплодисменты следующему спикеру. Всем добрый день, друзья. Когда-нибудь здесь у меня будет концерт. Но сегодня я выступаю от имени команды разработки. Сегодня я отчитываюсь перед вами от имени команды разработки. Сегодня я честно расскажу, чем мы живем. Расскажу, чего мы хотим. Расскажу, чего мы достигли в 2021 году. Что мы поняли и куда мы движемся в 2022 году. Поехали. Начну с того, что мы постоянно работаем над стабильностью наших с вами продуктов. Мы делаем все возможное, чтобы 24 на 7 наш продукт UDS, наш партнерский бэк-офис работали стабильно. И в этом году, как и всегда, нам это удалось. UDS работает стабильно и без всяческих нареканий. Вы все знаете прекрасных людей, которые работают у нас на саппорте. Это персональный менеджер, это служба поддержки. За 2021 год мы получили практически 16 обращений на саппорте. Это без учета постоянного контакта перс-менеджеров с компаниями. Более того, на площадке мобильных приложений в App Store и Play Market мы получили практически 260 тысяч оценок и отзывов. Это не просто показатель хорошего качества нашей работы. Оценка на Play Market App Store средняя достигла 4,9 звезды. Мало какое приложение имеет такую высокую оценку. Самое ценное для нас в том, что все эти люди, и вы тоже за это вам большое спасибо, оставляете с нами обратную связь и помогаете нам понять, как нам сделать продукт лучше. По итогам вот этой всей обратной связи наша команда разработки в 2021 году сделала 4191 задачу. Спасибо. Я сейчас не буду останавливаться на том, какие-то были задачи. На экране можно увидеть какие-то из них. Их было очень много. Если сейчас останавливаться на каждой из них, то мы из таймга точно выбьемся. Часа полтора-два точно. Поэтому просто пойдем дальше. Все информации об этих задачах есть. Хочется сказать спасибо вам за то, что мы вместе с вами делаем такой классный продукт. Теперь поговорим про то, что мы поняли в 2021 году. Одно из самых заметных, значимых, то, что в 2021 году UDS действительно стал большим и заметным продуктом, большим заметным явлением на рынке. Все вы знаете вот эту вот цифру. Уже в конце 2021 года мы пробили такую масштабную отметку 20 миллионов скачиваний. И эти 20 миллионов скачиваний, они конвертируются действительно в полезные действия людей. Люди скачивают приложения не просто так. Они скачивают, чтобы находить для себя выгодное приложение. Вы знаете, что полтора года назад у нас в приложении появилась возможность находить компанию и просто присоединяться к любой бонусной программе. Так вот, только за 2021 год свыше 2 миллионов людей нашли выгодные для себя предложения и присоединились к бонусным программам, то есть клиентским базам предпринимателей. Это люди, которые не на кассах провели первую оплату, а которые зашли в приложение и нашли интересную для себя компанию. Это еще не все. Эти люди, эти 2 миллиона, они не просто вступили, они еще и принесли деньги предпринимателям только на территории России. Люди, которые нашли интересную для себя компанию в рубрикаторе, принесли предпринимателям суммарно больше, чем 6,5 миллиардов рублей. Потрясающая цифра. Вот эти цифры, они делают нас действительно значимыми игроками, и другие компании на рынке, они ищут нашего сотрудничества. И в 2021 году мы начали строить коллаборации с другими брендами. Сейчас я расскажу буквально о двух одних. Первое – это Акбарсбанк. С Акбарсбанком у нас произошла коллаборация, в ключе того, что мы берем сертификаты наших предпринимателей, даем Акбарсбанку, Акбарсбанк раздает эти сертификаты своим лояльным клиентам. Таким образом, Акбарсбанк получает дополнительную ценность, а наши предприниматели получают дополнительный поток клиентов в их заведении. Это отличный пример того, как UDS может коллаборировать с другими компаниями, в том числе с банками, и мы открыты к предложениям и ждем новых таких интеграций. Второй важный пример, который я хочу привести, это компания Литрес. Я думаю, что все в этом зале слышали про эту компанию. В СНГ это лидер по продаже цифровых книг. С этой компанией мы установили кросс-маркетинг. Мы разместили на главном экране приложения баннер. Со ссылкой на Литрес. Литрес разместил у себя баннер. Также Литрес дарит пользователю UDS бесплатные книги. Совсем скоро покажем цифры, которые покажут результаты за сотрудничество. Мы считаем, что это начало. По сути, в 2021 году мы стали крупным игроком и создали прецедент. И ищем, кто же станет вторым партнером на рынке. Прямо сейчас мы ведем переговоры с другими крупными игроками, чтобы запустить новые коллаборации. Поехали дальше. 2021 год — это год, когда мы осознали, что мы на самом деле делаем для планеты. Это важно. Вы знаете, что в 2015 году, когда еще никто не задумывался о цифровых картах, мы стали пионерами в этом. И уже тогда, в 2015 году, начали помогать предпринимателям избавляться от пластика и вести себя более экологично. С 2015 года 45 миллионов электронных карт было выпущено через UDS. То есть 45 миллионов карт фактически не были изготовлены из пластика. Если перевести это в тонны, получается, что 225 тонн пластика не вышло в окружающую среду и таким образом не попало в мировые океаны планеты. Мне кажется, это вдохновляющая цифра. Да-да-да, спасибо. Спасибо. Мы тоже этим гордимся. И это еще не все. Также у нас есть цифровые сертификаты, которые помогают предпринимателям отказаться от избыточного использования бумаги. И только за 2021 год предприниматели на платформе UDS раздали своим клиентам более 26 миллионов сертификатов. Это тоже не просто цифры. Эти цифры можно перевести в бумагу. В 2021 год 51 тонна бумаги была сэкономлена предпринимателями и, соответственно, мы сберегли 768 деревьев. Максимально важно для нас, что предприниматели, которые появляются на нашей платформе, в том числе появляются из-за того, что использование UDS — это осознанное предпринимательство. Предприниматель присоединяется к экологической повестке. Сейчас, наверное, вы слышали, что в мире становится очень модным тренд ESG. И фактически UDS — это возможность для любого малого бизнеса присоединиться к этому тренду и вести себя более экологично. Но это тема вообще отдельного большого выступления, поэтому мы пойдем дальше. У меня еще очень много всего. 2021 год. В 2021 году мы поняли, что UDS — это действительно открытая экосистема. Мы убедились в том, что это так. За 2021 год у нас появилась интеграция с тремя платежными сервисами. Это Stripe, Paytour и Paynet. Главное, что по итогам этих интеграций наши предприниматели получили возможность принимать оплаты картами онлайн по всему миру. Также в 2021 году в UDS появилось 16 новых интеграций с различными системами для малого и среднего бизнеса. Это прежде всего кассы, но также и другие системы, которые используются в малом и среднем бизнесе. Например, система для работы с заказами. Хочется отметить еще и три сторонних сервиса, которые синтегрировались с UDS по собственному желанию в 2021 году. Это сервис FlyFly, сервис GD247, который позволяет осуществлять доставку товаров по городу при помощи такси. Также сервис TurboParser. Хочется сказать, что мы открыты и мы ждем новых интеграторов. Мы как компания, мы как разработчики сделали всю необходимую инфраструктуру. У нас есть открытый API для того, чтобы любой абсолютно интегратор, разработчик, чтобы любой партнер изготовил какое-то собственное решение, которое работает в экосистеме UDS, которое усиливает наш продукт и дополнительно зарабатывал на этом, допродавая этот продукт в рамках нашей экосистемы. Этот продукт, например, может быть размещен в UDS Store. В качестве примера. Сейчас мы работаем над собственным модулем, который написан нами. Он написан специально просто, чтобы абсолютно каждый партнер-интегратор понял, что он может написать такое решение, и оно может работать в экосистеме UDS. Совсем скоро весной этого года этот модуль появится в UDS Store. Я знаю, что многие из здесь присутствующих ждали это. Это модуль онлайн-записи. Модуль онлайн-записи будет доступен весной 2021 года. Он появится в UDS Store абсолютно для всех клиентов на базе UDS. Этот модуль будет бесплатный. Это максимально простой функционал, который позволяет сделать простую вещь. Выбрать дату и время. Выбрать услугу. Выбрать мастера и записаться в собственную услугу. Очень ждем, когда выйдет этот модуль. А еще мы очень ждем, когда наши интеграторы, партнеры, любые сторонние разработчики добавят новые модули в экосистеме UDS. И мы ждем, что 2022 год будет годом расширения нашей экосистемы. Двигаемся дальше. 2021 год. В этом году мы лучше поняли, кто мы. Вы помните, что год назад я показывал вот этот слайд. Наша миссия, что мы помогаем предпринимателям развиваться и достичь свободы, чтобы общество получало от них лучший сервис и лучший продукт. И мы постоянно думаем над этой формулой, как сделать ее проще, чтобы абсолютно каждый предприниматель, абсолютно каждый человек снаружи понимал, чем занимается наша компания. Мы стали смотреть на результаты наших предпринимателей. Мы стали смотреть, над какими задачами мы работаем и что вдохновляет людей. И мы поняли, что если очень просто сказать, то мы помогаем предпринимателям увеличивать прибыль. Потом вот если вот эту формулу еще упростить, чтобы вообще прям сходу было понятно, вот так вот стало UDS. Это про деньги. Там можете сфотографировать, но если не успеете, там еще будет этот слайд в конце, потому что это очень важно. Это не пустые слова, они подкреплены реальными цифрами, которые я вам сейчас покажу. UDS это про деньги, это про результат предпринимателя, из которого складываются вот такие вот цифры. Одно из главных УТП нашего продукта, одна из главных ценностей, которые касаются предпринимателям, это повторные покупки. UDS возвращает клиентов, и клиенты покупают снова и снова. Так вот, за 2021 год повторные покупки суммарно только на территории России составили практически 47 миллиардов рублей. Потрясающая цифра, по-моему. Но еще более вдохновляюще, то что этот показатель растет от года к году. И по сравнению с 2020 годом, эта цифра увеличилась на 64%. То есть в полтора раза больше повторных покупок стал приносить UDS нашим предпринимателям. Двигаемся дальше. Следующая важная ценность нашего продукта – это покупки по рекомендациям. Здесь тоже очень крутая цифра. Это свыше 3 миллиардов, но нас как разработчиков смущает, что здесь рост не такой большой. Он есть, но он не 64%, на 6% выросли покупки по рекомендациям. Для нас, как для разработчиков, это звоночек, что в эту сторону, может быть, стоит что-то подкрутить. Мы обязательно будем думать над тем, как покупки по рекомендациям растить дальше. Следующее важное, из-за чего предприниматели покупают UDS и пользуются им – это экономия на смс-рассылках. Здесь тоже потрясающая цифра. Более миллиарда рублей предприниматели сэкономили на смс-ках. Как эта цифра считается? Мы взяли количество рассылок, которые делали предприниматели, умножили на объем их клиентских баз и умножили на такую минимальную, наверное, по России цифру 2 рубля за смс-ку. И получили вот такой потрясающий тоже показатель. И этот показатель растет тоже из года в год. Вот по сравнению с 2020 годом экономия предпринимателей на смс-ках составила плюс 28%. Это еще не все, у меня еще много больших цифр. Выручка с заказа в 2021 году составила полмиллиарда рублей. Я уже привык к этим большим цифрам. Как-то даже уже UDS – это круто, да? Эта цифра растет тоже потрясающе. Плюс 91% в 2020 году. Практически в два раза увеличилась выручка с заказов на базе UDS. Круто! Эти цифры складываются из-за результатов конкретных предпринимателей. И я хочу показать классный пример. Это компания «Сытая улыбка» – сеть продуктовых магазинов, которая чуть больше года у нас на платформе. Вы можете посмотреть комплексно такую общую выгоду и результат внедрения. Сколько эта компания… Какую выгоду суммарно получила компания от использования UDS. Мы прикинули, с чего примерно складывается эта выгода. На скидках эта компания сэкономила практически 800 тысяч рублей. Но будоражит воображение следующая цифра. Выручка с клиентов из рубрикатора только в этой компании. Компания на платформе чуть больше года. За это время клиенты, которые нашли компанию в приложении, принесли практически 9,5 миллионов рублей. Мы считаем, что вот эта цифра, которая в кружочке 19 миллионов, она очень важна, потому что она нам, как разработчикам, показывает, что UDS конкретно в этой компании работает, и предприниматель действительно получает прибыль. Это, по сути, наш KPI, и мы, как разработчики, будем делать так, чтобы каждая компания получала здесь настолько большую цифру, что она не то что была удовлетворена, что она рассказывала на каждом шагу другим предпринимателям о том, что UDS приносит деньги. Посмотрите на выручку по источникам трафика. Желтенькая – это так называемый органический трафик. Это люди, которые присоединились к программе лояльности на кассе или по каким-то другим источникам трафика. Но для нас здесь очень важна синяя цифрика и фиолетовая. 9 миллионов – это трафик по рекомендациям в этой компании. Представляете? И 9,5 миллионов – трафик с приложения UDS. Также очень сильно нас радуют цифры, и мы на них очень сильно ориентируемся при работе с компаниями. Это количество покупок на одного клиента. Посмотрите, в этой компании кратность покупок. Количество покупок на одного клиента – 22,95. То есть в среднем клиент так часто приходит в это заведение. Потрясающе просто. Ну и выручка с повторных покупок – 70 миллионов. Постоянные клиенты. Мы как разработчики считаем, что эти цифры должен видеть каждый предприниматель. И поэтому, начиная с февраля этого года, мы будем в виде отчета такие цифры присылать к каждому предпринимателю в мобильное приложение UDS Business и по другим каналам. Это не дизайн-презентация. Это скриншоты из реального отчета. Именно в таком виде, с такими цифрами предприниматели уже с февраля этого года в приложении UDS Business получат отчет о том, сколько денег принес им UDS. Потому что результат предпринимателя – это самое главное. Потому что UDS – это про деньги. Это только начало. Подождите. Вот здесь вот есть специальный слайд со львом, чтобы вы выдохнули. Сейчас будет самое главное, сейчас будет самое интересное по продукту. 2021 год – это год, когда мы поняли, что способны на большее. Мы немножко на макро уровень поднялись, посмотрели, что происходит вокруг. Вот такая вот цифра. Это только Россия. Объем рынка субъектов малого-среднего предпринимательства – 5 миллионов 839 тысяч. О чем говорит эта цифра? О чем говорит эта цифра? Да, это наш рынок. Это потенциал роста. И глядя на этот рынок, мы все время думаем о том, как нам еще продукт сделать более универсальным. Как нам сделать так, чтобы наш продукт был подходящим для еще большего количества бизнесов. Как нам открыть новые сегменты, чтобы еще большее количество предпринимателей, чтобы еще большую долю вот этого рынка мы с вами забрали. Еще большее количество предпринимателей могли увеличить свою прибыль и предоставлять клиентский сервис своим клиентам качественный. Сегодня мы вам покажем решение, которое прямо сейчас находится у нас в разработке, которое совсем скоро повлияет на нашу с вами работу. Это новая часть нашего продукта. Мы считаем, что с релизом этого функционала мы с вами можем открыть для себя новые сегменты. К нам присоединятся премиальные сегменты. К нам смогут присоединиться компании 18+. К нам смогут присоединиться франшизы. К нам смогут присоединиться типы бизнеса, которые по каким-то причинам не могут или не хотят использовать рубрикатор, не хотят использовать мобильное приложение UDS. И прямо сейчас вы увидите первый рабочий прототип этого решения. Вот этот QR-код нужно отсканировать прямо сейчас, чтобы увидеть, как это будет работать. Я прошу каждого из сидящих в этом зале прямо сейчас отсканировать QR-код. Сейчас у людей, которые снимают сториз, такая дилемма. Снимать или сканировать? Жду, 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 когда все отсканируют. Друзья, двигаемся дальше. Кто не успел сканировать? Вот. Это брендированная цифровая карта заведения. Это карта, которую предприниматель в виде QR-кода может раздавать клиенту своей компании. Клиент, сканируя QR-код, регистрируется в программе лояльности и получает брендированную карту, которая действует только в этом заведении. Предприниматель самостоятельно выбирает цвет этой карты, он выбирает логотип, изображение. И таким образом через эту карту клиента могут списывать, начислять баллы, а предприниматель может возвращать клиентов при помощи самой базовой бонусной программы. Давайте подумаем, что произошло только что. Мы говорим, что UDS не для всех, а для каждого. Мы постоянно думаем над тем, как нам сделать так, чтобы охватить большее количество компаний. UDS становится универсальной программой лояльности. Это очень важный слайд. Вот это можно сфотографировать, мне кажется. Мы по-прежнему считаем, что приложение UDS App – это максимально эффективный способ для взаимодействия со своими клиентами, для того, чтобы возвращать их, повышать вовлеченность. Потому что помимо бонусной программы, здесь есть сертификаты, здесь есть пуш-уведомления, здесь есть функциональный отряд магазина и много-много различных крутых маркетинговых возможностей. Но для компаний, которые по каким-то причинам не хотят использовать приложение, или для компаний, которым нужен более простой продукт, мы даем альтернативные варианты, и это нормально, что каким-то компаниям нужен более простой продукт. Уже сейчас этим компаниям доступно от цифровых клиентов по номеру телефона, по обращению на саппорт мы можем активировать для компании возможность списания баллов по номеру телефона. Таким образом, в заведении будет действовать бонусная программа только по номеру телефона. И также в рамках нашей универсальной программы лояльности мы добавляем модуль виртуальных карт Apple Wallet и Google Pay, которые позволят предпринимателям при помощи вот этих брендированных карт взаимодействовать со своими клиентами. Согласны? Отработано главное возражение при продаже. Мне кажется, что тем клиентам, которые по каким-то причинам вдруг еще не купили UTS, можно вернуться вот с этим новым оффером. Главный слайд. Виртуальные карты будут доступны уже весной 2022 года. Мы благодарны тем, кто добрался сегодня до Крокуса, и у вас будет приоритет в том, чтобы первым поучаствовать в тестировании виртуальных карт. Пишите, пожалуйста, персональным менеджерам, и мы по возможности будем открывать доступ вам в приоритетном порядке тестирования этого функционала. Это еще не все. Это еще не все. Лично для меня главный итог 2021 года – это то, что мы, как разработчики, стали работать более осознанно, и мы поняли, что необходимо для получения результата предпринимателям, для того, чтобы предприниматель ту самую прибыль получал. Я думаю, что многие из вас знают этого человека. За 2021 год успели познакомиться. Это Станислав Калашников, директор по маркетингу UDS. Задача Стаса за 2021 год заключалась в том, чтобы проводить много-много-много экспериментов. И более 100 экспериментов в более чем 30 городах команда Стаса провела. Все это делалось с одной главной задачей – понять, как предпринимателям делать результат при помощи UDS. И мы это поняли. У нас в голове есть готовые механики, у нас есть готовые рецепты, что нужно делать предпринимателю, чтобы получать прибыль при помощи UDS. И теперь наша главная задача – дать предпринимателю новые инструменты и в конечном счете автоматизировать получение этого результата. Наша глобальная цель – сделать так, чтобы UDS работал сам, чтобы предприниматель обеспечил оцифровку, чтобы максимальная доля его клиентской базы проводила трансляции через UDS. И тогда с этой оцифрованной клиентской базой UDS сам будет проводить маркетинговые активности и возвращать клиентов снова и снова, повышать вовлеченность клиентов и повышать прибыль бизнеса. Уже сейчас в составе нашей команды есть целое подразделение, задача которого – автоматизация маркетинга. И об этом более подробно позже расскажет Стас. Под конец хочу показать нашу главную миссию еще раз. Мы помогаем предпринимателям увеличить прибыль. UDS – это про деньги. Это наше видение на 2022 год. Это наше видение на будущее. И давайте в 2022 году вместе работать над этим над всем. Спасибо за обратную связь. Ждем от вас еще больше крутых инсайтов, кейсов. Погнали! Спасибо!